Ну что ж, а теперь пришло время двенадцатой серии. Заключительной серии первого сезона Дракула История любви. Серия двенадцать. Король выходит на сцену. У нас почти сравнялась отвага и удача. Это хорошо. Я надеюсь, это нам поможет как-то в будущем. Что же сейчас будет, ребят? Король выходит на сцену. Редже. Реге или как его там. Глава двенадцать. Король. Преодолевшего к первых секунд, я кинулась к сестре и крепко прижала ее к себе. Миля, ты цела? Как же я испугалась? Я обнимала ее и одновременно беспомощно озиралась по сторонам. Куда он мог подеваться? Как вообще такое возможно? Мои руки тряслись от волнения. Сестру тоже била крупной дрожью. Я пошла за звуками в стене. Они привели сюда. А потом услышала голос Ноя. Он заставил меня говорить слова. Такие странные, длинные. Я не могла сопротивляться. Он будто завладел моей волей. Чем больше я говорила, тем меньше во мне оставалось меня. Так страшно. А потом стена рухнула. Сама по себе? От этих слов. Только не пойму, Ноя ведь знала их. Так почему не использовала раньше сам, чтобы освободиться? Потому что сила слова недоступна таким, как он. Каким? Кто он такой? Миля высвободилась из моих объятий и порывисто шагнула к Владу. Я все поняла. Ноя колдун. Слова это заклинания. Стена и книги тоже были заколдованы. Книга. Где она сейчас? Там. Ее камнями завалило. Он бросил взгляд на внушительную груду обломков. Хорошо. Влад, Миля права? Как бы странно ни звучало, предположение сестры, оно сейчас казалось самым правдоподобным. Нет. Ноя не колдун. Пойдемте отсюда. Спасибо большое, Владик, что ты все объясняешь, как обычно. Пожалуйста. Желание скорее покинуть это место пересилило во мне остальные. Я кивнула, и мы направились к выходу. Сестра зашептала мне на ухо. Я точно права. Просто он не хочет говорить или не может. Ее лицо вдруг стало виноватым. Влад, то, что я его выпустила, это очень плохо, да? Хозяин замка обернулся. В его глазах мелькнула черная тень, но ответил он почти мягко. Главное, что ты в порядке, Миля. С остальным разберемся. Мы отвели сестру в ее комнату и оставили отдыхать, а я позвала Влада к себе. Прости, что не уберег Милле. Нужно было самому заняться книгой, а не поручать Валентину. У меня голова кругом. Я ничего не понимаю. Объясни по порядку. Вряд ли у меня есть объяснение, которое тебя устроит, Селена. Влад, не уходи от ответа. Это не может тянуться вечно. Он слегка наклонил голову, а в его взгляде мелькнуло отстраненное выражение. Хочешь узнать, как Ноэ оказался в стене? Я его там запер. Хотя я уже догадывалась об этом подтверждении из уст Влада заставило меня вздрогнуть. Он заигрался и стал опасен. Мне нужно было вас уберечь. Это никак не повредило ему. Просто небольшая изоляция. Время для раздумий. Но почему стена? Нормальная такая изоляция. Ты плохо себя ведешь. Замурую тебя в стену. На несколько дней. Нормально. Неужели нельзя было как-то иначе? Простите, а куда он там в туалет ходил? Ладно, это так. В его случае нельзя. Только замку я мог доверить. Влад не договорил, а я с трудом перевела дыхание. Нужно успокоиться, иначе опять ничего не узнаю. А что вас с ним связывает? Он говорил о старой дружбе, но... Это правда. Мы знакомы очень давно. Когда-то он помогал мне освоиться в новом для меня мире. И удивительно. Полные противоположности. Но мы почему-то сблизились. Стали почти друзьями. Его забавляла моя страсть к правде. А меня привлекала в нем легкость и беззаботность. То, от чего я сам был тогда бесконечно далек. Недавно он снова помог мне в одном деле. Однако у любой благодарности есть предел. Локет его перешел. Когда стал угрозой для близких мне людей. Близких? Это про нас? Мы ему ближе, чем давний друг? Я мотнула головой, снова стараясь собраться. Как ему удалось разрушить стену и исчезнуть прямо у нас на глазах? Влад посмотрел на меня внимательно и серьезно. Сказав, что Нойя колдун мили промахнулась. Но не так уж сильно. Он мастер иллюзий. Один из лучших. Иллюзионист. Чем больше вам кажется, что вы видите, тем легче вас обмануть. И это не те иллюзии, что демонстрируют фокусники. Книга и правда была под его влиянием. А вместе с ней твоя сестра. Он обладает какой-то темной силой? Можно и так назвать. Но это мне так сложно поверить. Есть многое на свете, Селена, что и не снилось нашим мудрецам. Я сжала виски, чувствуя, как сильно пульсируют в них венки. События последних дней калейдоскопом переливались перед глазами. Видение из прошлого, природные аномалии, способности и линки, злополучная книга, ноя. Вокруг меня и правда творится что-то невероятное, колдовское. Ты можешь просто мне сказать, кто он такой? Кто вы такие? Ведь если ты смог запереть его в стене... Влад явно видел мои внутренние метания. В его глазах отразились заботы и сочувствие. А в другой раз. На тебя и так уже много навалилось. Обдумай все, приди в себя. Позже мы продолжим этот разговор. Он двинулся к выходу. Постой. Если Ноя сумел так исчезнуть, он ведь может снова здесь появиться? Я услышала дрожь в своем голосе и поняла, что мне по-настоящему страшно. Нет. Я позаботюсь, чтобы он больше не мог проникнуть в замок. Один короткий миг колебаний, Влад подошел обратно ко мне. Почти вплотную. Его рука потянулась к моему лицу. Да так и зависла в воздухе у виска. И снова его пальцы. Красивые. Невероятно красивые. Они казались мне в этот момент самым совершенным творением природы. В теле сладко-тоскливо заныло. Тревога обострила все чувства. И я ощутила, насколько мне не хватает его прикосновения. Пусть самого легкого, но способного приглушить мои страхи. Он читает наши мысли или нет? Почему он не касается? Взгляд голубых глаз в упор заставил мое дыхание сбиться. Теплота и забота в этом взгляде балансировали на тонкой грани со страстным опаляющим пламенем. От него внутри все плавило, сделая меня такой мягкой и податливой. «О, Влад!» Прошептав его имя, я услышала в ответ такой же прерывистый шепот. «Ничего не бойся, я рядом». Еще несколько мучительно прекрасных минут. Молчаливых взглядов, от которых, казалось, даже воздух вокруг раскаляется. И вот он уже выходит из комнаты. Я осталась одна, но страха больше не было. Ведь Влад сказал мне не бояться. И я верила ему. Опустившись на кровать, я с головой погрузилась в свои мысли. Пыталась восстановить все события. Искала взаимосвязи и объяснения, но пазл не складывался. Мне не хватало деталей. Так прошло много времени. И в дверь постучали. Это была Сандра. «О, как ты? Выспалась?» «Да, мне лучше. Хочу пойти к Ланям, сменить повязку, пока не стемнело». «Ты со мной?» «Да, но Миле тоже надо позвать». «Я только от нее, она сказала, не пойдет. Сидит, пишет». «Что пишет?» Сандра улыбнулась. «У вас тут вроде какая-то история была с магическим исчезновением Ноя». Миле вдохновилась, решила книгу писать. Расскажешь, что там было, а то я кусками узнаю от Миле и Валентина. Он, кстати, тоже так распереживался, бедняга. «Что Влад отпустил его на сегодня?» «Да, идем по дороге, расскажу». Сандра оглядела меня и покачала головой. «Оденься потеплее, на улице очень похолодало, а я тебя снаружи подожду». «Ну, конечно, мы опять одеваемся, куда же без этого?» «Я люблю это все, давайте». «Так, кожаный плащ, пиджак и брюки, мягкий трикотаж, монако». «Нет, монако мне не нравится. Мне нравится кожаный плащ и мне нравится пиджак и брюки. Что бы выбрать, ребят?» «Я выберу кожаный плащ, прям такая суперстильная готическая девочка». «Муа!» «Ну, конечно, причесаться надо, к Лане уже нельзя идти с обычной прической». «Волшебная, дерзкая, аристократичная». «Я думаю, пусть волшебная будет». Я вышла во двор, но Сандры там не было. Тогда я отправилась к загону с Ланями. И там ее не оказалось, зато я увидела знакомую мне девушку. Она снова там сидела. Подол ее длинного сарафана немного задрался, обнажая ноги. Босые и совсем крошечные, как у ребенка. Заметив меня, девушка вздрогнула и вскочила. Она поспешно прикрыла ступни подолом и робко улыбнулась. «Хм, какие у нее ножки! Это так мило!» Девушка вдруг покраснела и засмущалась, как застенчивый ребенок от похвалы. «Какая милая девочка!» Она словно услышала мою мысль. «Тут, походу, все читают наши мысли, кроме нас самих. Мы ничей не читаем, наши все». Вдруг спокойные до этого Ланя испуганно заметались и закричали. «Иуу!» «Мррр!» Сказала девушка. Девушка резко, как дикий зверек, подскочила и прильнула всем телом к ограде, испуганно прислушиваясь. А я остолбенела. «Что это у нее со спиной?» «Э-э-э...» Кожа на спине девушки была словно содрана вместе с мясом, так что я отчетливо видела ее внутренности. «А-а-а-а!» «С-сссссссссссссс!» Сказала девушка. В ужасе я попятилась назад и, уперевшись в забор, замерла на месте. «Господи, что это?» Незнакомка явно не почувствовала никакого дискомфорта от этой раны. И это пугало еще больше. Не обращая на меня внимания, она поспешно загоняла Лани в сарай. Едва она закрылась за животными засов, калитка загона жалобно хрустнула. И показались два силуэта. Блин, что за чертащина, мать вашу! Это ведьмы? Я вдруг поняла, что весь мой ужас до сих пор был просто ничем. В паре метров от меня стояли два существа явно женского пола. Обезображенные тела, взгляды из голодавшихся хищников и ноги по размеру человече, но по форме жабьи. Боже мой, что происходит? Я в кошмаре. Что происходит? Они как будто бы здесь уже бывали и что-то искали, но не находили. Их взгляды скользнули мимо бледной девушки, будто не замечая ее, и уперлись в меня. Голодный блеск в глазах и первый шаг в мою сторону. Уйдите нахер отсюда! Уйдите! Как там? Святая вода! Уйдите! Ну нахер! Отец! Ну ты видел? Видел? Парализованная ледяным страхом я была. Не в силах отвести от них глаз. Ди-и-и-р! сказала девушка. Она закричала пронзительным голосом. Посетительницы обернулись к ней, и я тоже. В этот момент она бросила мне какой-то продолговатый предмет. А, это веретено. Ну ладно. Я уж тут... Ну ладно, да. Веретено летело прямо в меня. Я машинально вытянула руку и поймала его. Смотрите, смотрите, нам нужна удача здесь. И у нас, кажется, ее хватает. Крепко сжав в руках, девушка вдруг пригнулась, присела, и на том месте, где она только что была, оказалась... Кошка, мурлыка наша! Мяу! Мурлыка? В один прыжок кошка очутилась между мной ведьмами, выгнула спину дугой, вздыбила шерсть и отчаянно зашипела на них. Ты вступилась за дружбу кошки с Носвератой, поэтому она помогает тебе. Спасибо большое! Ведьмы! Ой-хей! Ведьмы злобно заверещали, мое сердце сжалось. Такая храбрая малышка. Но что она сделает против этих чудищ? К моему удивлению, существа внезапно остановились. Они с ненавистью смотрели на кошку, но мялись на месте. А моя защитница с еще более грозным шипением сдвинулась вперед, заставляя их пятиться к выходу. А вы, кстати, в курсе, что ведьмы и колдуны, и колдуньи, и прочие, скажем так, люди не просто так держат котов и кошек, они действительно считаются, что защищают от нечисти. Не знаю, каким образом, но они же что-то чувствуют, иногда смотрят куда-то в пустоту, и потом как начинают, там, бежать или шипеть или еще что-то, и это говорят не просто так. Мурлыка. Продолжая наступать, Мурлыка вынудила их пуститься бегом и погнала их за загонок к ближайшему выходу в стене, окружающий замок. Вскоре ведьмы скрылись за воротами. Оу. Некоторое время я в полном шоке смотрела им вслед. Мои пальцы нервно ерзали по шершавой деревянной поверхности. И у меня было веретено в руках. Зачем она дала его мне? Я сунула подарок девушке в карман и опасливо двинулась к выходу из загона. А где девочки-то? Где Милли и Сандра? Тут я увидела, как к воротам, через которые недавно ушли ведьмы, подбежал Лео. Стал поспешно закрывать их сначала на засов, потом на замок. Что происходит, ребят? Лео! Он встревожно обернулся. Селена-то здесь? Что с тобой? Лео, ведьмы. Здесь были ведьмы. Ведьмы? Да, это не шутка. Я не сошла с ума. У Лани в загоне только что были жуткие существа. Я стала рассказывать о том, что видела. Лео огляделся вокруг, еще раз дернул ворота, убеждаясь, что они надежно закрыты. И мрачно парабор мотал. Поэтому и Линка звонила. Скорее идем. Звонила? Когда? Лео отвечал уже на бегу. Совсем недавно мы с Владом были на террасе. Прибежала Сандра с телефоном. Сказала, звонит Илинка и срочно хочет с ним поговорить. Не знаю о чем, но выслушав ее, он сильно встревожился. И попросил помочь скорее запереть все выходы. А Сандру отправил к тебе и Милле предупредить, чтобы оставались в комнатах. И в этот момент нам кто-то навстречу вылетел. Селена, вот ты где! Прости, что не дождалась. Мне сестра позвонила, пришлось бежать. А вы куда? К Владу. Он говорил, будет ждать на западной стороне замка. Там самое уязвимое место. Что это? Замок же был самой безопасной местностью вообще в мире, как говорил Влад. То ли от какого-то оползня, то ли от времени в западной части стена вокруг замка просела и стала заметно ниже. Влад стоял в середине мощенной камням площадки и напряженно глядел поверх стены. Туда, где в это время заходящее солнце разливало вязкие кроваво-красные подтеки света. В руках он держал два меча. Один простой, а второй более сложной и дорогой работы. С узором в виде львов и драгоценным камнем по центру рукояти. Услышав шаги, Влад резко обернулся. Селена? Сандра? Почему вы не в комнатах? Лео, сжав челюсть, угрожающе двинулся на него. Что здесь, черт возьми, происходит? Только что у Лани Селена встретила каких-то тварей, они хотели напасть. А, кстати, почему Влад не почувствовал, что на нас нападают? Вот тоже вопрос. Что? Каких тварей? Лицо Влада мгновенно потемнело. На долю секунды в его глазах мелькнула эмоция, которую я раньше не видела и даже не предполагала в нем. И это страх, какой-то очень глубинный. И еще будто вина. Он порывисто шагнул ко мне. Они не тронули тебя? Ты цела? Я... А, там! Сказала Сандра. Она затряслась всем телом, ее лицо перекосило от страха, она указывала рукой на крепостную стену. Вот дьявол! Ребята, что происходит? Мать ваша, блин! Это что за жесть? Охренеть просто! Что это за тварьи? Со стены стекали, медленно растягиваясь, падали вниз крупные капли слизи. А наверху копошились, повизгивала, шевелилась живая серая масса каких-то конечностей. Уродливые крючковатые руки, лапы, скользкие щупальцы цеплялись за край стены. Иногда показывались и головы, лысые, с кожистыми наростами или покрытые шерстью. Изуродованные лица, окровавленные рты, безумные глаза или пустые глазницы. Я почувствовала, что земля уходит из-под ног, а все внутри переворачивается от животного ужаса. А-а-а! Что это? Лео! Влад бросил ему один из мечей, тот, что с узорами. Лео поймал его. Но Лео, у нас же лев, ему меч со львом. Подняв клинки, они оба повернулись к стене. Сандра, нужно помочь им. Мною вдруг овладела злость на этих существ и желание дать отпор. Я шагнула вперед. Есть еще оружие? Влад удивленно обернулся и, выставив руку вперед, закричал. Назад! Отойди, прошу! Держитесь у стен здания, сказал Лео. Зачем у стен? Там какие-то твари ползают. Мы отступили к замку, а Лео и Влад, подняв мечи, побежали к стене. Существа наверху пихали и сталкивали друг друга. Каждый норовил первому хватиться за край. Но вот одному из них удалось взобраться на стену и усесться на ней верхом. Фу! 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 Зачем я это на ночь вообще читаю? Монстр победно осмотрелся и, хищно оскалившись, уставился на Влада. Это был взгляд обнаглевшего труса, низкого слабого существа, неожиданно получившего власть. Этим пулам венит дупо санге! Остальные подхватили санге, санге. Они пришли за кровью. Влад шагнул вперед, сверкая бешеным взглядом. И напои! Но существо, довольно ухмыляясь, уже сползало вниз по стене. За ним еще одно и еще. Они шептали. Но мои потом, правда, и према мара фуа мэ! Фуа мэ! Они не могут ждать, их голод слишком велик. Ах ты! Рррр! Влад и Лео бросились к существам, которых внизу было уже пятеро. Твари осторожно крались. То наступали, то пятились, пытаясь обойти мужчин. Хи-хи! Но, несмотря на численное превосходство, им это не удавалось. Простите, а как они... Нет, подождите, у меня вопрос. Я сейчас что-то не догоняю. Сейчас, дайте на секунду, я приведу мысли в порядок. Я реально не догоняю. Если Влад король тьмы, ну то есть, если Влад Дракула, он тот самый великий господин, король, там, не знаю, как его еще назвать, то нечисть должна быть ему благодарной, они должны его бояться. И Селену тоже, как источник света. То есть, они не должны приближаться к ним. Что-то тут не сходится, я чего-то не могу пока понять, ребят. Не могу, чего-то не могу. Не догоняю я, что за фигня. Острые клинки мечей Лео и Влада реагировали быстро, преграждая путь. Ну вот, со стены сползли еще несколько монстров. Их становится слишком много, ребята не смогут удержать их всех. Санге, санге. Самая первая проникшая в замок существо воспользовалась заминкой и скользнула мимо мужчин в нашу сторону. Пошел вон! Нет, назад! Влад догнал его и нанес первый сокрушительный удар. Фу. Оно задергалось, упало, из раны хлынула зеленоватая жижа с резким запахом протувшей воды. Ай, фу. Внутри меня все переворачивалось от паники, но я не могла отвести глаз от происходящего. Лео. На! А Лео круто смотрится с ножом. Ну, с мечом этим. Ах, красавец. Лео тоже перешел в наступление. Несколько молниеносных атак и еще пара свалившихся замертво существ. Но глянув на стену, я увидела, что масса нападающих только увеличивается. Еще несколько десятков копошились наверху. Ха-ха-хани не заканчиваются. Илинка. Ай, отозор! С удивлением обернувшись, я увидела Илинку. Она сидела на каменной площадке и водила руками по воздуху. Сестра! Рядом лежала сумка. Илинка поспешно вынула из нее и бросила нам спичечный коробок. Скорее! Нужен огонь! Здесь разводите! Мы с Сандрой бросились искать сухую траву и сучки и стали поджигать. Илинка в это время насыпала рядом горку земли, бросила перо, поставила склянку с водой. Непослушный тонкий язычок пламени наконец уцепился за сучки и стал медленно разрастаться. Горит! Прикрывая пламя руками от ветра, я с болью смотрела, как Влад и Лео отчаянно бьются, пытаясь удержать у стены все пребывающих существ. Илинка. Ай, отозор! Ат вам терру! Голос Илинки вдруг прозвучал так громко, что перекрыло остальные звуки. В небе что-то вспыхнуло, и над стеной вокруг замка стала стремительно сгущаться очень плотная пелена тумана. Существа наверху задергались, словно задыхаясь, и начали падать обратно. И вскоре на стене не осталось ни одного. Есть! Защита работает! Больше никто не влезет! Молодец, сестричка! Потребовалось еще некоторое время, прежде чем Влад и Лео расправились со всеми существами, успевшими проникнуть на территорию замка. Фух, мы спаслись, ребят. Наконец они справились. У Влада кровь на руке. Лео вроде в порядке. Опустив мячи и вытирая парень из лбов, мужчины повернули обратно к нам. А что, у Влада нет какой-то силы, чтобы просто взять и хшшшш? И все. Влад подошел к Илинке и, приложив руку к сердцу, поклонился. Благодарю. Ты спасла нас. Девушка смущенно улыбнулась и тоже склонилась в поклоне. Это мой долг, господин. Господин? Ааа, Сандра офигела. Я тоже. Господин? Она назвала его господин. И поклоны. Значит, это правда. Семья Сандры и Линки действительно служит семье Влада. Тут я заметила, что одежда на плече Лео разодрана, на коже виднеется глубокий след от когтей. Фу, он сейчас превратится в монстра. А у Влада в крови вся ладонь. Ох, я бросилась к Лео, к Владу или смотрела на обоих. Блин, ну меня, честно, Влад больше интересует. Что с твоей рукой? Ты ранен? Я стала обеспокоенно осматривать его кисть и увидела, что тыльная сторона рассечена вдоль. Мои руки порхали в воздухе, не решаясь коснуться его. Пальцы дрожали. Я подняла на него глаза и прошептала. Тебе больно? А я даже ничем не могу помочь. Он наклонился к моему лицу и, улыбнувшись, тихо сказал. Уже помогаешь. Даже не представляешь, насколько. Не беспокойся, это просто царапина. Влад поднял раненую руку и, едва заметно поморщившись, указал ею на башню замка. Я поднимусь наверх. Оттуда видно, что происходит за стенами. Пойду с тобой, сказал Лео. Они ушли в башню, а мы остались внизу. Что-то мне стремно там оставаться, как бы после того, что было. Я старалась не смотреть на груду безобразных тел, но смотрела. Илинка, как ты сюда попала? Ведь все ворота закрыты. Есть тайный ход. Он ведет прямо в замок. Я в бабкиных тетрадях о нем вычитала. А что они нападут? Откуда ты знала? Опять приступ? Вроде того. Почувствовала опасность. Как она собирается, нарастает в лесу. Голод и жажда крови, которые до сих пор сдерживались, теперь направлялись в замок. Я должна была помочь. Кто они, все эти существа? Почему здесь появились? Застрявшие между мирами. Ушли из жизни, но не нашли смерти. Когда-то в здешних местах их было много, потом времена изменились, и они разбрелись, попрятались. Что их заставило снова собраться здесь? И Линка лишь задумчиво пожала плечами. В загоне у Лани я встретила двух. То ли женщин, то ли жаб. Их называют самча. Они любят возле скота ввиться. Молоко воруют или кровь попивают. Мне показалось, они были другие. Не как эти. Я после его кивнула на груду мертвых тел у стены. Не такие наглые. Нечисть вообще довольно труслива. Этих со стены, мне кажется, кто-то направлял. Подпитывал силой. А еще я видела девушку. Такая бледная. На спине огромная рана, ножки крошечные. Потом она в кошку превратилась. О, это мавка! Из всех они самые безобидные. Тоже к животным приходят. Но наоборот, лечат. Я вытащила из кармана веретено. Это она мне дала. Не знаю, правда, зачем. И Линка удивленно приподняла брови и коснулась предмета. Линка, тебе очень повезло. Сильная вещь, как оберег. Пока оно у тебя в руках, никакая нечисть тронуть не может. Главное, чтобы кожа касалась. О! Так Селену же и так никто не может тронуть, насколько я понимаю, благодаря внутреннему свету. Лео, даже не думай идти один. Пойдем вместе. Из башни выбежал Влад. Следом бежал Лео. Влад посмотрел на него со злостью и кивнул в нашу сторону. А они? В замке больше никого нет. Ты должен остаться здесь. Что происходит? Куда вы? Эти твари, их очень много за стенами, но они теперь уходят от замка в другую сторону. Куда? К нашему селу! За кровью! Да, замок теперь недоступен. А в селе они найдут то, чего так жаждут. Нет! Как же люди? Нужно предупредить! Кого? Жители не поверят! Полиция тем более! Они туда не дойдут. Я остановлю их. Он шагнул было вперед, но Лео удержала его за плечо. Влад, послушай. Это безумие идти в одиночку против такой орды. Сам ты их не остановишь, только себя загубишь. Замок под защитой. Нечисть уходит в другую сторону. Девушкам ничего не угрожает. Я пойду с тобой. Илинка, ты можешь создать вокруг села такую же защиту? Туман. Нет. Много сил на это ушло. Да и село слишком большое. Она повернулась к Владу. Лео прав. В одиночку с ними никто не сладит. Идите вместе. А я останусь тут и позабочусь об остальных. Влад бросил болезненный взгляд на меня. Потом наклонился к Илинке. Что ты заговорил ей на румынском. Быстро и непривычно эмоционально. Внимательно выслушав, она кивнула. И я все сделаю. Обещаю. Идите. Но как вы... Мое сердце сжалось в плотный комок и заныло. Так больно их отпускать. Сколько этих тварей в лесу. Они лежат вдвоем. Но целое село людей под угрозой. И больше никто не может помочь. Как вы их догоните, если они уже двигаются туда? Ход, через который пришла Илинка. Мы выйдем именно на перерез. Ни хера. Сейчас я ничего не понимаю вообще. Зачем Владу оружие вообще в принципе? Если он могучий темный лорд. Дверь в тоннель, соединяющая холодный лес и замок, была тщательно замаскирована в плитах неподалеку от входа в замок. Влад и Лео ушли быстро, почти не прощаясь. И теперь я очень сильно тревожилась. Нужно еще раз обойти все ворота. Проверить, хорошо ли они закрыты. Хорошая мысль. Вы идите, а я останусь здесь. Сделаю защитный круг у входа на всякий случай. Илинка стала что-то чертить мелом на площадке перед замком. А мы с Сандрой отправились в обход. А нельзя весь замок просто в кольцо взять и защитить? Сделав почти полный круг, мы оказались у ворот возле загона с ланями. Проверив засов, уже хотели идти дальше, как вдруг услышали стук и голос. Постойте, откройте, впустите меня. Почему все ворота закрыли? Милли, я похолодела от ужаса. Это был голос Милли. А мне кажется, не Милли. Как бы, я думаю, это не Милли. Что ночью она делает в лесу? Милли, как ты там оказалась? Сандра дернула створку решетчатого окошка в воротах. И я увидела испуганное лицо сестры. Это случайно вышло. Селена, только не ругайся, пожалуйста. Просто Милли, я не буду ругаться. Ты лучшая сестра на свете, открывай скорее. Сандра сказала, постой. Там моя сестра, мы должны открыть. Да, конечно. Но Милли, отойди-ка на секунду от окошка. Сестра отошла. Сандра проверила. Вроде тихо, открывай. Мы открыли ворота, Милли пулей влетела к нам. Мы закрыли ворота. Это было очень опасно. Они могли сидеть в кустах. Я обняла сестру. Господи, какая ты холодная, как лед. Бегом в комнату, будем отогревать тебя. Да это не Милли, мне кажется. Мне кажется, это не Милли, блин. Холодная. Зачем она ночью шлялась по улице? Я схватила ее за руку, мы побежали к замку. Как ты оказалась снаружи? Где ты вышла? И зачем? Милли что-то бормотала в ответ. Я услышала, мне показалось. Дай посмотрю. Когда мы приблизились ко входу, сестра вдруг выдернула ладонь из моей руки и шагнула назад. В чем дело? Она смотрела на вход в замок. Ее лицо становилось очень странным. И я говорю, это не Милли. Смотрите, из дверей выходит еще одна Милли из замка. И Милли такая. Ага. Сандра, вот черт. Капец. Мы пустили нечисть какую-то. Мы Сандра оторопело завертели головами, глядя то на одну, то на другую Милли. И тут Илинка пришла. Скорее в круг! Только сейчас я заметила нарисованный перед входом круг с какими-то знаками по краям. Илинка поспешно толкнула нас с Сандрой в центр. И вточила туда же Милли, которая вышла из замка. А Милли, которую мы впустили, пошла волнами, стала расширяться, растягиваться. И вдруг рассыпалась на несколько мелких существ. Что? Фу! Твари, что это? Существо. Хи-хи! Милли, что это такое? Илинка! Стойте внутри, я сама! Она повернулась к существам, расставив руки. Кто он? Кто вас прислал? Такие фокусы не по зубам здешнему лесному сброду! Хи-хи! Илинка шагнула вперед, схватила одного монстра за макушку и зашептала какие-то слова. Существо затрепихалось, потом затихло и, странно булькнув, стало растворяться, впитываясь в землю. А разные существа прыгали вокруг нас. Ух-ух! Но простая меловая линия на камнях была для них словно стена, и они не могли преодолеть ее. Эти твари растут, сказала Сандра. В ужасе глядя на существа, я поняла, что это правда. Они менялись, увеличивались в размерах. Самый крупный вдруг плюнул чем-то вроде огненного шарика, и Илинка едва увернулась. Нужно убирать, пока не набрали силу! Ей это удавалось довольно ловко. За пару минут она отловила и растворила оставшиеся существ. «Ух, как ты их разделала! Обалдеть! Я видела настоящую карпатскую нечисть! Если бы ты всех их видела!» Илинка устала и улыбнулась, покачнувшись, опустилась вниз и села на пол. Забрали всю энергию, но ничего, зато теперь чисто. Вдруг за ее спиной из темноты появилось еще одно существо, гораздо крупнее предыдущих. И этот спрятался и успел набрать силу. Илинка сзади! «Ох, твою ж налево! Что это за...» Монстр наклонился, дернул головой и выплюнул крупный светящийся сгусток, похожий на шаровую молнию. «Нет, сестричка! Илинка!» Вылетев из круга, Сандра схватила сестру, пытаясь оттолкнуть ее с пути летящего шара, но не успела. «Нет!» Огненный сгусток влетел в обеих девушек. Площадка осветилась яркой вспышкой. «Сандра!» Я крикнула, но не услышала собственного крика. Меня словно оглушило. Тела Сандры и Илинки упали. Я в отчаянии глядела на них, не сводя глаз. «Так, они вроде живы, просто без сознания». Монстр раскалился. «Эм! Что он хочет сделать?» Не сводя глаз с девушек, он двинулся к ним. «Нет! Нет! Прочь!» Я замахала руками, но он не реагировал. «А почему не реагировал? У нас же есть свет волшебный!» «Ему до них метров пять, а мне два шага! Я должна помочь!» Выдернув из кармана веретено, «Вот оно зачем нам нужно было!» Я выскочила из круга, вложила в руку Сандры и веретено и накрыла сверху рукой Илинки. Гениально! Благодаря защите веретено монстр не доберется до Сандры и Илинки. Так, монстр приблизился и плюнул огненный шар к моим ногам. Меня обдало жаром, я упала, перед глазами встал полный мрак. «Да как на нас это могло подействовать? А где свет вот этот внутренний?» Первыми вернулись звуки. Шорох листвы, сверчки, какое-то жужчание. Потом стала рассеиваться темнота, вырисовывая силуэты деревьев. «Нас что, похитили?» Была глубокая ночь, озаряемая лунным светом. «Где я?» Попытка пошевелиться дала понять, что я связана. Опять меня какие-то стебли растений привязали к дереву. Шея затекла, но я сделала усилие и огляделась. Вокруг были горы, покрытые лесом. А прямо передо мной возвышалась скала, которая резко выделялась на общем фоне. Совершенно голая, черная, с острыми краями, которые не смогли сгладить даже многовековые дожди и ветра. У подножия скалы в каменных берегах поблескивало небольшое озеро. Вода в нем была очень темной и какой-то слишком густой. «Меня не убили, даже не ранили. Кому я здесь нужна и зачем?» В ответ позади раздался заливистый смех. «Ну что это?» «Неужели? Ноэ!» «Добрый вечер, леди! Добро пожаловать на нашу скромную вечеринку!» «Не самое комфортабельное размещение, уж простите!» «А то спектакль обещает быть захватывающим!» «Ноэ!» «Ноэ, засранец ты такой! Отпусти меня сейчас же!» «Я дернулась в путах, прекрасно понимая бесполезность своих попыток, но моя злость была слишком велика!» «Что ты себе позволяешь? Думаешь, это останется безнаказанным?» «Если честно, да!» «А вообще меня не за что наказывать!» «Может, в конце ты даже захочешь меня поблагодарить?» «Мы с тобой тут просто кое-кого подождем, а тем временем поболтаем!» «Хм...» «Сразу скажу, что режиссером шоу, которое началось сегодня в замке и завершиться здесь, является твой покожный слуга!» «Ноэ приложил руку к груди и изящно поклонился!» «Но чтобы ты оценила задумку, расскажу предысторию в виде сказки!» «Ты ведь любишь сказки!» «И карпатскими легендами интересовалась!» «Послушаешь?» «Знаешь, с удовольствием!» «Послушаем! Давайте послушаем, что скажет!» «Вряд ли ты планируешь отпустить меня в ближайшее время, так что...» «Я изобразила на лице ледяную учтивость!» «Ноэ захохотал!» «Отлично! Что ж!» «Помнишь, твоя милая сестричка читала в энциклопедии, что в XV веке в этих местах развелось много нечисти?» «Да, в нашей сказке так и было!» «Только я не стал бы называть их нечистью!» «Недоросли!» «Это был низший сброд!» «Отбросы темного общества!» «И как все отбросы, они были не только жалкими, но и беспросветно глупыми!» «Постоянно ссорились, пакостили друг другу и людям!» «Из-за этого началась охота на ведьм!» «Массовые преследования!» «Не только их, но и благородных темных существ!» «Последним это так и не понравилось, что они решили усмирить отребье силой!» «Те утихли, но вскоре вся их подавленная злоба и жажда вылилась на местные селения черными дождями с лягушками и гадами!» «Что только еще больше переполошило людей!» «Ага!» «По счастью, в те времена здесь, в Карпатах, был один король!» «Человек!» «Да не простой!» «Не знаю, как и почему, но он оказался перед темными силами в долгу!» «Поэтому они поручили ему решить эту проблему!» «Что он решил?» «Да так, как никто не ожидал!» «Первым делом он эту мелкую нечисть собрал, выслушал, узнал их потребности, сумел организовать, ввести порядки и законы!» «А потом умудрился направить их жажду крови на армию завоевателей, которые тогда угрожали его стране!» «Бравые солдаты врага, которых было в десятки раз больше, чем у нашего короля, разбегались в ужасе, называя его дьяволом!» «А нечистый сброд насытился и надолго успокоился!» «Блестящий ход!» «Слушайте, это и правда гениально!» «Вах! Какой Влад красивый!» «После того его стали почитать королем этих мест не только в людском мире, но и среди темных!» «Ноя больше не выглядит насмешливым, в его тоне слышится восхищение!» «А потом этот король умер!» «То есть люди так подумали!» «Ведь те, кто связан с темными силами, так просто не умирают, они трансформируются!» «У него был выбор стать вечным скитальцем в человеческом мире, жить, скрывая свою сущность, или уйти в мир темных сил, где его ждало уважение и блестящее будущее!» На лицо рассказчика легла тень, и он отвернулся. «А еще был у него среди темных один приятель, легкомысленный взбалмошный тип!» «Но наш король смотрел глубже и видел не только это, и единственный относился к нему серьезно, с теплотой!» Этот приятель очень хотел, чтобы король ушел к ним, темным, убеждал его, просил, но тот не выбрал ни один из этих путей. Сказал, что темная власть ему не нужна, и среди людей искать нечего. Он предпочел остаться в небытие, между мирами. Преданный слуга положил его тело в склеп, в этом самом лесу, и он лежал в нем веками. Лишь иногда жажда крови заставляла его выходить и охотиться в лесу на случайных путников. Со временем он все больше терял свой первоначальный облик, забыл все, что с ним было. Превратился в дикого, примитивного монстра-вампира, почти такого же, как его бывшие подопечные. Склеп-вампир. То, о чем рассказывала Милли. Ной повернулся обратно ко мне, сверкнув глазами. Но вот совсем недавно прибыла в эти места одна девушка. И так случилось, что наш монстр, увидев ее фото, вдруг вспомнил все и передумал. И что сделал? А? Правильно! Тут же помчался к своему старому темному приятелю с просьбой помочь вернуться в мир людей. И тот помог, ведь в своем мире он заведует иллюзиями и образами. Что-то вроде костюмера. Когда кому-то из темных нужно явиться в людской мир под видом человека, он создает ему образ. Полный пакет маскировки, так сказать. Это и внешний облик, и все необходимые знания, навыки того времени и места, куда он отправляется. Для своего приятеля костюмер постарался на славу. Даже старое жилище помог ему вернуть. Так был рад его возвращению. Уже на второй день вчерашний дикий монстр явился к своей леди в образе мужчины, перед которым сложно устоять. Приятель был уверен, что наш король порезвится немного со своей дамочкой и вернется к темным, как только она ему наскучит. Он ведь знал, как это бывает. Сам не раз являлся в человеческий мир в образе красавца и наслаждался дамским вниманием. Что-что, а это у людей славно придумано. Весело и приятно. Девушки такие легкие жертвы. Если иметь смазливую внешность, деньги, немного загадочности, а главное, красиво намекать ей на вечную любовь, сладкая улыбка Ноя тут же превратилась в гримасу. Но тут все пошло не так. Актер наш слишком вжился в роль. Почти поверил, что он снова человек. И это становилось все опаснее не только для него, но и для той девушки. Тот самый сброд, который он успокаивал шесть веков назад, тоже прознал о его возвращении. Стал собираться в окрестностях, прося, а потом и требуя милости от короля. Да, они ему и приветственные ритуалы на дороге устраивали. И даже эту самую даму в подарок приготовили вместе с нерадивым дворецким, на которого хозяин как раз был зол. Все, чтобы король смилостивился. Ведь нынче нечисти не сладко живется. Убежищ все меньше, кровь добывать все сложнее. Они надеялись, он придет, решит их проблемы, напоит кровью, как тогда. Да только ему не до этого оказалось. Он и с приятелем своим рассорился, хотя тот ему только добра желал. Я не могла больше молча слушать, и зло рассмеялась. Приятель, тот, что натравил на него всю нечисть, хотел добра, звучит забавно. Я понимаю, о чем твоя сказка, Ноэ, и о ком. Только думаю, не все здесь правда. Ага, но кое-что тебе кажется правдивым, не так ли? Ну, возможно, но... Ноэ пригнулся ко мне ближе и поправил волосы, упавшие на мое лицо. И я и не думал, милая, что ты мне поверишь. Конечно, нет. Собственно, ради тебя все и затеял, чтобы показать наглядно. Кстати, как тебе мой образ с твоей сестрички? Неплохо, а? Ага, и так, подопечных короля ты сегодня уже видела и даже имела с ними дело. Осталось показать тебе его самого во всей красе. Ноэ повел головой, словно прислушиваясь. Он сейчас как раз покончил с нечистью. Наверняка получил весточку от меня и уже несется сюда. Да, надо признать, он с его дружком нагнали страху. Тот тоже непрост оказался. Теперь этот сброд не скоро посмеет высунуться. Ну, да и по делам им. Главное, что у меня для нашего короля есть сюрприз вот под этой горой. Он махнул рукой на черную скалу. И я увидела, что по ней тонкими ручейками в озеро стекает темная жидкость. Че? Это просто, ребят, как будто я смотрю какой-то мега крутой сериал сейчас. Очень интересно. Становится уже понятнее. Угу. Уровень воды поднялся и стал заметно ближе к острым каменным краям. Удивительные здесь места. Такие эмоции, как злость, жажда мести, ненависть, становятся материальными. Они и в обычном вашем мире всегда обретают форму. Но здесь гораздо быстрее. Что ты хочешь сделать? Увидишь, малышка, скоро увидишь. Я ведь сегодня в режиссерском кресле, да? Хочу своей сказке «Красивый финал». А для этого по закону жанра после сложной битвы славного короля должна ждать награда. Прекрасная принцесса. Послышал себе треск веток, и в следующий миг из чащи показался Влад. Ох, надо передохнуть. Я сейчас чувствую, сейчас какой-то замес начнется, и мы сейчас что-то такое увидим. Судя по всему, мы увидим короля тьмы. Блин, как интересно! Я не могу! Локет Ха, дружище, ну вот она, твоя принцесса, иди забирай ее. Влад в несколько движений перерезал держащие меня стебли, и они упали у моих ног. Селена, прости меня, прости. Я торопливо зашептала. Он что-то затеял, это ловушка. В один прыжок Влад оказался возле ноя и приставил меч к его горлу. Ручейки, стекающие со скалы, сразу стали шире, быстрее, и теперь шумом врезались в озеро. Как будто ненависть Влада превращается в эту черную жидкость. Влад! Не нужно! Отпусти его! Но Влад словно не слышал, надавливая мечом все глубже, вынуждая Ноя отклониться назад. Я подбежала к ним. Нужно унять его ненависть, иначе источник переполнится. Послушай, Ноя ведь затеял это из-за тебя. На самом деле он привязан к тебе как к другу. Я услышала заливистый смех вперемешку с кашлем, отдавящего на горло меча. Рассмешила детка. Привязанность. Дружба. Сколько люди будут обманывать себя. Для этих ваших понятий есть более честное определение. Взаимная выгода. Правда? Ты так усердно это доказывала, что в итоге доказал обратное. Провернул все это шоу, лишь бы убедить Влада в своей правоте. Такие вещи не делают для тех, кто безразличен. Что-то доказывают лишь тем, чье мнение важно. Тем, кто на самом деле дорог. Как бы мы этого не отрицали. Влад вдруг отступил на шаг и опустил меч. Потоки черной воды резко сузились и почти сошли на нет. Ной повернулся к горе и заметил это. Его лицо перекосило от злобы. Что она с тобой делает? Куда пропал твой запал, твоя ярость? Из-за какой-то девчонки ты готов стать мягкотелом, слюнтяем? Признай, ведь ты ненавидишь меня за все, что я сделал. Я тебя ненавижу. Зато я тебя ненавижу. Люди столько раз тебя предавали всю твою жизнь. Они ее попросту сломали, растоптали. У нас же тебя уважали. Я тебе помогал. А ты снова выбрал их. Черные потоки забили с новой силой. Кромка озера трепетала, все быстрее приближаясь к критической отметке. Если в тебе недостаточно ненависти, чтобы наполнить это чертово озеро, то теперь достаточно во мне. В этот момент вода вышла из берегов. Ёшкин кот. Ноя захохотал. Да, да, теперь мой сюрприз состоится. Влад, что это? Гора над озером затряслась. Земля заходила ходуном. Теперь голос Ноя звучал сквозь грохот. Чудесные здесь места. Под этой скалой, по легенде, заперто древнее зло. Чудище, каких не видел свет. Оно старше этих гор. И впервые за много веков выйдет наружу. Ненависть, переполнившая чашу, станет ключом. Откроет скалу. Гора тряслась все сильнее. От ее основания вверх поползла трещина. Ну, Влад, давай. Только сила истинного короля этих гор сможет его остановить. Но сначала тебе придется ее взять. Тебе, твою королевскую силу. Я в страхе прижалась к дереву. Влад закрыл меня с собой и поднял меч. Нет, ха-ха. В этом хилом теле ты можешь разве что разгонять мелкий сброд, что шарит по этому лесу. Но чтобы сражаться с древним злом, ты должен стать истинным собой. Великим темным королем Карпат. А для этого нужно что? Правильно, выпить кровь из человеческого тела. Ноя торжественно указал рукой на меня. Влад, скажи, что это неправда. Что ты никакой не король. Но он лишь молча отвернулся темным напряженным взглядом, глядя на гору. Трещина становилась все шире. Из нее повалил черный дым. Полетели огненные искры. Балаурр! Так называют это существо. Он изрыгает огонь и драгоценные камни. Камни. Один его выдох способен сжечь небольшую деревню. Что же ты медлишь, Влад? Возьми ее кровь, спаси нас всех. Не бойся, детка, он будет осторожен. Ты не умрешь, скорее всего. А вот если Балаур освободится, тогда уж точно погибнешь и ты, и многие другие. Ах, этот Ноэ засранец. А что это за щупальца? Балаура этот осьминог, что ли? Из трещины вдруг взметнулось что-то длинное, чешуйчатое, огромное. То ли щупальца, то ли хвост. Заметалось туда-сюда. О нет, зрелище становилось все более жутким. Влад, если это правда, возьми мою кровь. Нет. Влад обернулся, и я увидела в его глазах настоящий ад. Ты теряешь время, а других человеческих тел здесь нет. Есть. Из кустов появился Лео. Лео? Лео бросился к Владу. Нужна кровь, чтобы остановить эту дрянь? Возьми мою. Нет, нет. Влад жал челюсти до скрежетой силы и швырнул меч о землю. В это время из-под скалы вырвался новый сноб черного огня. Еще одна чешуйчатая конечность. Скорее. С совершенно мертвенным лицом Влад шагнул к Лео. Со скоростью молнии наклонился к его шее. Ой, нет. Да, сказал Лео. Во рту Влада показались длинные острые клыки и впились в кожу, обрамляясь кольцами алой влаги. Он пил кровь Лео, а его лицо и тело стремительно менялись. Теперь передо мной стоял не человек, а монстр. Ну, что я хочу сказать. Влад красив даже и в этом обличье. Глаза Лео закрылись, тело обмякло, и руки чудовища бережно опустили его на землю. Монстр отшатнулся назад, а я обняла Лео за плечи. Нет, нет. Лео, очнись. Лео. Ну, Влад все равно красиво выглядит. Если не знаешь, что со мной не так. Точнее, все так просто его нарисовали красиво. Ну вот, Селена, теперь ты видишь. Вот он, истинный темный король Карпатских гор. Король на сцене. Добро пожаловать, Ваше Величество. Ноя склонился в церемонном поклоне, а Влад, схватив меч, уже мчался к горе. Прижимая к себе безжизненное тело Лео, я сквозь пелену слез смотрела, как он вонзает клинок в мечущийся хвост. Потом в другой, снова и снова загоняя их обратно в логово. Как с нечеловеческой силой двигает край горы, пытаясь закрыть трещину, из которой рвется все больше дыма, искр, камней. Я слышала жуткий рев раненого зверя, а внутри у меня было полное опустошение и тоска. У нее было много причин, но самое страшное, что Влад оказался монстром. Почему? Он стал так близок мне. А теперь? Сделав над собой усилие, я посмотрела на гору. Ох! Влад изо всей силы толкал край горы, пытаясь полностью закрыть трещину. А Ноя стояла на высоком волуне, как дирижер, глядя сверху на это апокалиптическое зрелище. Из-под основания горы взвился новый сноб черного огня, и тут что-то до меня долетело. А когда открыла глаза, я увидела, что моих ног что-то поблескивает. Вау! Какой красивый камень! Какой красивый! Ух ты! Ноя говорил, что балагура изрыгает драгоценные камни. Это оно? Даже по виду было понятно, что камень очень горячий. Взять его? Конечно! Да! Конечно! Потянув рукав на ладони, чтобы не обжечься, я схватила камень и положила в карман. Его жар обжигал меня даже через ткань, но я, стиснув зубы, терпела. Физическая боль не шла ни в какое сравнение с той, что у меня была в душе. Вдруг откуда-то из дыма выскочил кот. Он запрыгнул на валуны, что есть мочи, зашипел на Ноя. На Сферату! Кыш! Ноя пытался отмахнуться от кота, но тот уже ополоснул его когтями по ноге. Мужчина потерял равновесие, и кубарем покатился вниз по камням через грязные клубы пыли. Он кувыркался и истошно кричал, судорожно пытаясь ухватиться за воздух. Благодаря твоим хорошим отношениям с кошками на Сферату отомстил Ноя. Его безупречный костюм теперь был похож на грязную тряпку, а волосы беспомощно трепыхались на ветру. Еще немного прокатившись, тело Ноя оказалось прямо у основания горы. В этот момент из трещины показалось щупальце, и, схватив ее за лодыжку, потянуло к себе. На Сфератух. Так тебе и надо. Влад, помоги! Не оставляй меня! Влад! Подняв меч, Влад замер, глядя на ускользающие внутрь щупальца. Если обрубить его, Ноя будет спасен. Если нет, сгниет в логове чудовище. Влад, спаси его! Конечно, спаси, пожалуйста! Ты ведь знаешь, все, что он говорил и делал, было от боли, от пустоты, от того, что он, возможно, никогда не знал искренних чувств. А-а-а! Блин, а Влад страшный стал теперь. В следующую секунду меч Влад опустился и перерубил щупальца. Да, да! Обрубленная щупальца забилась и уползла под гору. Приложив последнее усилие, Влад толкнул скалу, и она встала на место. Дым начал иссякать, рев и толчки постепенно утихали. Чудовище уходило все глубже под землю. Я вам сейчас объясню, зачем я спасла Ноя. Потому что мне все-таки кажется, что он испытывает реально настоящее чувство к Владу. То есть у него есть к нему вот эта дружеская какая-то любовь. А Ноя с трудом поднявшись бросил на меня какой-то странный взгляд. Ноя тоже такой красавчик. А куда Ноя делся? Исчез? И повторил свой трюк, да, он растворился в воздухе. Несмотря на все боли и ужасы, я вдруг почувствовала в груди теплый свет. Плюс один свет души! Что бы там ни было, кем бы они ни были, я рада, что чувства ненависти и мести не взяли верх над ними. И над нами. Все окончательно стихло. Слышался лишь ветер и треск догоряющего поблизости сухого дерева. Влад обернулся и медленными тяжелыми шагами направился к нам слева. Пока он был там, у скалы, сражался за всех, я сопереживала ему. Но теперь... Чем ближе он подходил, тем яснее я видела его новый облик. Тем тяжелее мне становилось. Я смотрела на клыки, вздувшиеся вены, налитые кровью глазам монстра. Пыталась отыскать в нем человека, которого знала до сих пор. Но не могла себя убедить, что это он. Шаг, еще шаг. Расстояние чуть меньше метра. Не в силах справиться с накатившей паникой, я вскочила и отшатнулась назад. Сколько монстров я сегодня видела, все они внушали страх. Но ничто не сравнится с тем, что я чувствую сейчас. Это сознание, что монстром оказался настолько дорогой мне человек. Его глаза печально сверкнули. Он тихо опустился на колени возле Лео. Осторожно приподнял его своими мощными когтистыми пальцами и припал ухом к сердцу. Еще бьется. Глухой, низкий голос. Совершенно чужой. Я прижала руки к своей груди с такой силой, будто хотела выдавить из нее всю терзающую меня боль. Еще бьется. Еще. Перед моими глазами вдруг все закачалось, поплыло. Я почувствовала, что падаю и погружаюсь во тьму. И это конец серии. 20 отваг, 17 удачи, 2 света души. И я, честно говоря, сейчас просто в каком-то... Я просто сейчас в каком-то офигении нахожусь. Ребят, конец сезона Дракула. История любви. Это просто что-то с чем-то. Мы наконец увидели его настоящее лицо. Что король Карпатских гор. Он все равно дико привлекательно выглядит. Ну, потому что, наверное, знаете, это такой природный инстинкт. Что мужская сила, которая не на женщину направлена, а вот куда-то вовне, на каких-то врагов. Она всегда привлекает. Ну, черт возьми, какой же он стремный. С этими клыками, красными глазами. И все остальное. Но все равно чувствуется, что в нем есть какой-то вот этот свет внутренний. Человечность, да, какая-то в нем все равно присутствует. А еще хочу сказать по поводу Ноя. Ноя Локет. Вы знаете, с одной стороны персонаж вызывает агрессию. А с другой стороны возникает ощущение, что он специально это делает. Вот есть такие люди, которым очень больно. Которых кто-то предал, обидел. И я этих людей понимаю, потому что я сама такой же человек. Если мне больно, то я ставлю вокруг себя забор из колючей проволоки. И не позволяю никому ко мне подходить. Просто потому что боюсь, что не смогу сдержаться и сделаю больно кому-то еще. Вот. Поэтому я Локета понимаю. То есть я понимаю, что Ноя на самом деле любит Влада. Скорее всего, ну так, по-дружески ценит его, благодарен ему, восхищается им. Но при этом он пытается это все скрыть за какой-то издевкой, за подстебами, за попытками как-то его уязвить. И как вы видели, Ноя все это провернул ради того, чтобы Влад обрел типа ту сущность, которая нравится Локету. То есть сильного темного короля. Это еще раз говорит о том, что у Ноя все-таки есть к Владу вот это вот чувство дружбы. И мне кажется, что Ноя станет хорошим. Не, ну не то чтобы станет хорошим, но я думаю, что он раскроется дальше. А вы как думаете? Ну понятно, что те, кто игру проходили, они уже знают. Но в целом, насколько вы сочувствуете, сопереживаете персонажам. А история любви Лали и Влада, это, конечно, вообще что-то с чем-то. Как же это трогательно. Как же хочется такую любовь видеть реально в жизни. Когда два человека, два вот этих прекрасных существа встречаются и начинают друг другу дарить любовь. Хотя пока нам ее еще кусочками показали, но все равно это уже чувствуется. Насколько там много вот этого внутреннего, чистого такого, чистого и животного чувства. Как бы и духовного, и физического. В общем, это очень красиво. Знаете, романтизировать монстров, это вообще очень неправильно. То есть в целом, если человек абьюзер, или если человек реальный монстр. Если человек не человек, конечно, романтизировать это бесполезно. Но эта история настолько красиво показана. Еще всего лишь первый сезон, там впереди еще несколько. Я понимаю, что я настолько привязалась к героям, настолько привязалась к их чувствам. Мне кажется, они там будут просто настолько круто раскрываться, что мне не терпится уже снимать следующие. Поэтому от вас я жду поддержку, ребят, в любом случае. Если вам нравится, если вы хотите, чтобы дальше было продолжение, пожалуйста, не скупитесь. Напишите комментарии вообще, как вы проходили групп. Нравится ли вам, как заканчивается первый сезон. И увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.